Третья часть семинара сегодняшнего 30-летия Крещения Руси Возвещенного и Покаяния в Инквизиции Слава Богу, друзья Сегодня такой краткий семинар получается В трех частях Посвящаю этот семинар сегодняшнее тысяче 30-летию Со дня начала Крещения Руси И Покаянию в Инквизиции Слава Иисусу Христу навеки Слава Богу Святому, аминь Так что, друзья, братья и сестры Всех вас благоставляю именем Господнем И со своей стороны хочу что сказать Что из истории христианства Вот о чем я говорил как раз в первых частях Двух Сейчас продолжаю Из истории христианства мы видим Что действительно, как Иисус и говорил Все буквально и исполняется Что он говорил К примеру Что на огороде Царства Божьего На поле Царства Божьего Будут расти не только хорошие семена Которые сеятель посеял Да, собственно А будут расти также всякие сорняки Вот Это мы видели в истории И видим по сей час И также Господь говорил Что не только хорошую рыбу достанет Не вот Царства Божьего Не вот Евангелия Сети евангельские Да Также и много негодной рыбы Будет И он говорил еще Также о том Что закваска была брошена В три меры муки Пока не вскисло все И вот это, наверное, самый страшный Такой пример Что действительно Когда вскисло все Согласно библейской системе Толкования Вот еврейская система Толкования Традиционной Закваска Она всегда означает Что-то плохое Это порог Закваска порог И лукавство Как написано в Новом Завете Закваска В словах Иисуса еще Звучит Закваска фарисейская Саддукейская Иродова И действительно Мы видим Что за два тысячелетия Действительно Вскисло все Женщина Это образ нечестия Библейская система Толкования Я имею ввиду Вот если Мы берем Библию Толкует саму Библию Вот значит И бросает И все вскисает И действительно Метастазы греха Распространились По всему телу Христа По всему телу Христовому И была Такая многовековая эпоха Эпоха Великой деформации Великой деградации Мирового христианства Друзья Но По милости Господней Пять столетий назад Началась Уже другая эпоха Эпоха Великой реформации Эпоха восстановления Покаяния И исправления церкви По милости Господней Слава Богу И В том числе И освобождение церкви От этого Духа инквизиции Дамы и господа Братья и сестры Тема огромная Я хочу лишь Некоторые примеры Привести сейчас Хорошо Вообще Примеры Допустим Как я Впервые Лично столкнулся С духом инквизиции Это будет свидетельство Начну с эту часть Третью часть Сегодняшнюю Начну со свидетельства Дело в том Что Да В первой части я читал Кто не смотрел Первой части Не подключался онлайн То Прочтите обязательно Евангелие от Луки Девятая глава С пятьдесят первого По девяносто шестой По пятьдесят шестой стихи Извиняюсь Евангелие от Луки Девятая глава С пятьдесят первого По пятьдесят шестой стихи Включительно Вот как раз Там На мой взгляд Как раз и рассказывается О первом таком Как бы вот Позыве инквизиторском Среди учеников Господних Значит И в общем-то Да Это хроническое заболевание Исторического христианства И по милости Господней Освобождаемся от него И вот В девяносто шестом году Когда я вышел Из традиционного православия То Как бы Ощутил Ощутил на себе Все это давление Вот этого Нечистого духа Знаете ли Сегодня На кострах Не сжигают Ну Хотя Как сказать Значит Бывают и такие случаи Сегодня Вот За веру Допустим Лет десять назад Может Чуть меньше Допустим Я проповедовал Во Владимире Потом Гусь Хрустальный Владимир Муром Вот в этих Старинных городах И во Владимире Был в том числе И в баптистском собрании Баптистской церкви И как раз там Обсуждали трагедию Которая тогда Ну лет десять назад Уже Прошла Была трагедия Одного баптистского Там Верующего Который проповедовал Часто так на улицах Его Избили Значит Группа подростков Таких Настроенных Православных фашистов Одним словом То есть Те которые За веру Царя Отечества Вот значит И вот мол Сектант Туда сюда И Дело было В центре города Фактически Поселка Одним словом Небольшого городка Владимирской области Вот значит И Там мемориал Такой Вечный огонь Значит Ну как Обычно Героем войны Героем войны И Представляете Один из подростков Этих Ну это были Подростки были Это были молодые люди Значит Некоторые Чуть постарше Другие Помладше Вот Значит Настроены Очень агрессивно Значит Один из них Был даже Там Православный Какой-то Диечок Кто он там Значит И они избили Этого До полусмерти Избили Этого Баптистского Проповедника Этого Уличного И Потом Ну Они Избили До полусмерти А потом До смерти Его зажарили Живьем Значит Прямо там На вечном огне Короче Вот Значит И В общем-то Вот такой был ужас Да Был суд Судили Эту группу Подростков Значит И Пастор церкви Баптистской Значит Там В зале Верующий Группа верующих В том числе С Владимира Был тоже Пресвитер Там Баптистский Вот Они были просто В ужасе Вот Значит Суд Судья Отказалась Рассматривать Это как Религиозное Там Преследование Какое-то там Или что-то еще Просто Как хулиганство И Значит Списали все на то Что якобы Значит Он сам виноват Значит Этот баптистский Пастор Этот проповедник Уличный Потому что Он мол Как бы Подростков Спровоцировал Тем что Сделал Им замечание Они там Ну распивали Спирные напитки Там возле Этого Ну в центре города Возле этого Обелиска Там И вечного огня Вот Значит Он стал им говорить О вере Вот Значит О Христе И они обозлились Очень сильно Как бы И вот Будучи спровоцированными Как бы Этой проповедью Они вот Набросились на него И как бы Сделали вот это То что сделали Вот И знаете Друзья То есть Даже в наши дни Могут зажарить до смерти Вот Значит Избитого до полусмерти Вот проповедника На улице Да Это было лет 10 назад В глубинке В центральной России Вот Судья испугалась Этому давать Оборот Следователи Избегали вообще Всяких религиозных Этих терминологий Понимаете Если бы баптисты Избили бы Православного И зажарили бы Проповедника Православного На огне вечном Я думаю Об этом бы Трезвонили все бы газеты Значит Ну это К слову Такое замечание Такое скажу Вот Я был конечно Потрясен этим свидетельством Значит И конечно Сказал братьям Что говорю Пусть Бог утешит вас И Конечно Жалко того брата Значит Которого убили Но он действительно Пострадал От этого духа инквизиции В наше время В 21-е столетие Друзья В наш век Когда космические корабли Борозья просторы вселенной Казалось бы Значит Знаете ли Вот Но и в наш век Вот Дух инквизиции Проявляет себя Хотя Сегодня Слава Богу Из-за вот такого Человеколюбия В политике Больше все-таки Человеколюбия Присутствует Демократизация В обществе И сегодня Уже Как говорится Бодливый корове Бог рогов не дал Многие Священнослужители Допустим Православные Традиционные С удовольствием Жарили бы На кострах Сегодня бы Баптистов Всяких И прочих Прочих Иноверцев Католиков Но Бодливый корове Бог рогов не дал Как говорится Уже все Уже Время не то Все-таки И даже если И совершают Я был допустим В Московской области Даже не Владимир Даже в Московской области Нечто подобное происходило Тоже Тоже лет 10 назад Как раз Был я там в гостях В союзе писядников Только уже не баптисты Писядники были И местный священник Там Солнцевского района Московской области Организовал компанию Травлик Там Прислуживающие При храме Там молодчики Вот его там Дячки Значит Они набрасывались Значит Вначале просто третировали Не давали покоя верующим Там Проходу не давали А потом по вечерам Стали отлавливать И избивать И одна женщина была При смерти Была С переломами Многочисленными Там и черепа Там и ребер Думали не выживет Церковь вся молилась Спастилась Протестантская И евангельская церковь Конечно Она выжила Слава Богу И священника Завели уже дело По этому поводу Он уже испугался Священник По пятнам Стал с протестантами Встречу какую-то организовывать Вот я попал на эту встречу Вот Ни капли не было извинения Хотя Он пообещал Что больше такого Впредь не будет Ну как бы И заявление забрали И делу не дали Ход дальнейший Понимаете Значит Дух инквизиции И вот как я столкнулся с ним Значит Впервые В девяносто шестом году Когда вышел Из традиционного православия То Меня же Хотели несколько раз убить уже Вот значит За эти годы И вот И первый раз Буквально Еще месяц Два всего лишь прошел Там сколько там Ну может Ну не два Наверное Может даже три месяца прошло уже После того как я вышел Значит Меня заказали Киллеру Там значит И бандитам Но самое интересное У бандитов было больше совести Оказалось Чем у церковников Значит И Они не сделали свое Это вот Грязное дело Оказывается За мной наблюдали Какие-то дни Значит И они сделали вывод Что батюшка-то верующий Как бы значит Не хотим Значит И даже А потом даже Эти бандиты Значит Получается Бог через них помог мне Даже материально Значит С переездом Потому что не было возможности Значит И они Помогли Мне Вот как ни странно Это звучит Вот И потом Совсем недавно Вот тоже Лет 5 назад Или 4 года Ну прошло немного лет совсем Лет 5 наверное думаю Тоже в очередной раз Я услышал Такое свидетельство Братья там Песятники Рассказали Значит Из бывших криминалов Значит Они среды Что в Тульской области Меня снова заказали Одному из тех Кто за деньги убивает людей Вот Киллер Ну так звучит Круто конечно Как в кино Да Но в жизни это все Не совсем Это вообще не круто Вот И заказали меня Вот значит И он должен был меня убить Значит Но он Не будь дурак Он за мной следил Оказывается Живешь и не знаешь Оказывается Кто за тобой следит Интересно И он сделал вывод Что необычный Как-то Архиепископ Значит Живет в хрущевке Ну трехкомнатная хрущевка Восемь душ Значит Плюс еще там Коты Все значит В нищете Ну по их меркам Церковным Это То что мы живем Это нищета просто Вот значит Больше ничего нету Вот В этой хрущевке Ютимся все Значит На головах Друг у друга Но в тесноте Да не в обиде Весело Славим Бога Все хорошо Слава Богу Дружно Радостно Все Вот Ему было необычно Как бы значит Ничего нету Машины нет Ничего нету Как бы значит А те кто К тех кто заказали Они как раз там Жируют У них там Дворцы Особняки Там значит Там дорогущие Иномарки Свои значит Ну короче Они там С прокурорами На одной ноге С этими Милицейскими Лидерами С политиками С депутатами Ну короче Вместе с девочками В сауну ездит Ну этот Этот киллер Он не будь дурак Он прикинул Что здесь что-то не так Вообще И он стал интересоваться Оказывается Среди своих И вот узнал У тех верующих Протестантов Которые стали протестантами Бывшие тоже Криминальные люди Узнал что-то Оказывается Ну про меня Что я возрожденный Человек свыше Вот И узнал еще Такую информацию Что оказывается Та же епархия Те же вот значит Эти вот Священнослужители Вот эти вот Которые Жиру бесятся Заказали Они заказали И его тоже То есть он должен был Меня убить А потом Его должны были Другие товарищи убить Вот это да И после этого Значит все Значит как бы Тот значит человек Не только меня не убил Он еще как бы Даже вот этим братьям Рассказал Об этом значит И даже сказал Что я значит Этим кто заказывал Сказал что Если значит Того папа тронете Я все это короче Обнародую вообще Вот значит И все И они замолчали И с тех пор вот уже Пытаются меня Теперь не таким образом Не просто убить А вот информационно Там всякую гадость Распространяю Там значит Там прочее Но это дух инквизиции А лицом к лицу С этим духом Я столкнулся Однажды в поезде Это было лет 15 назад Не Тоже лет 10 наверное Думаю Да Ехал в Россию Как раз я Значит с Киева И значит И Столкнулся Не-не-не Это уже было дело в России Ехал я с Москвы Уже Да Значит Ну не важно Даже Это было в поезде В плацкарте Я путешествую всегда Либо в сидячем вагоне Либо плацкартам вагоне Вот значит И значит Поэтому Те кто там Участвует Финансово В моем служении Те знают Я вот Иногда публикую Тоже и видео Там и Записываю И какое-то слово Говорю даже Бывает Камеру Включаю Иногда Купе мне Покупают От церкви Допустим Какой-то Который приглашает Меня Такие большие Протестантские церкви Если я сам Лично покупаю То я всегда беру Плацкарт Или же сидячий Даже вагон Он даже в Оркуту Ездил Допустим С Москвы Двое суток Сидячий вагон Ничего Молился Ходил там По вагону Молился Сидел там У себя Славил Бога Я считаю Что для Христианского Служителя Это должно быть Нормально Жить Так как Те люди Кому ты проповедуешь Вообще И не выделываться Знаете Из себя Поэтому я прекрасно Понимаю Что большинство Населения Обнищало В России И негодует На зажиревших Этих Вот Всех Патриархов Метрополитов Архиепископов Которые Себя особняки Строят Дворцы Подражают Одним словом Этим Сильным века Сего Миллиардерам Всяким миллионерам Которые Светским Правителям Будем так Посадки Что В подрясник Зашел человек Я видел Ну это Думал Монах Наверное Ну скорее Думаю Монах Вот Так Немного Так Грязновато Одет И он Туда На верхний полк Раз Небрежно Забросился Белье Не брал Он просто Скатал Свою Подрясник И На полку И лежал Там Я проповедовал Рассказывал О Христе Господе Свидетельствовал Вот В своей половине вагона Будем так говорить С других Там Этих Кубриков Этих Отсеков Там Плоскартных Попросили погромче Не могли бы вы погромче Чтобы мы тоже хотим послушать Интересно Я стал погромче Вот Говорить на ту сторону Еще Вот И Так вижу Посматриваю Там Тот монах Монашек Он так Знаете ли Крутится Думаю Ну слушает человек Ну пусть мил человек Послушает тоже Назидается Пускай Вот Значит И представляете Потом следующее Происходит Уже Ближе уже К ночи Пол вагона Уже легло Вторая половина Уже ложится Я уже Громкость прибавил Как говорится Убавил наоборот И как бы думаю Ну пора и честь Знать Пора уже ложиться Да и сам устал Честно говоря устал Еще как раз Должен прибыл Приехать куда-то И там как раз Тоже служение Буду думаю Тома тоже буду отдыхать Ну ладно Значит И уже Стал тоже там Застилаться А передо мной Такая Ну в этом Блатскарте Везде люди Свободных мест Почти нет А напротив меня Так получилось Свободное место Нижнее тоже Вот И значит И представляете Значит Когда уже почти Все легли Вот Оставшиеся там Ложились уже Тот монашек Монах Он слезает С полки И идет ко мне Садится напротив меня И начинает Такой допрос С пристрастием Не ну Типа Чьих будешь Как бы Кто такой Вроде и православный Говорит А вроде и сектант Вот не пойму Говорит Кто-то такой Ну я стал Как бы так Пытался Как можно Деликатно Объяснить ему Рассказать Что вот так и так Вот Евангелист православный Реформатор Значит там Рассказываю людям О Христе Вот Значит И Ну я Не успел еще сказать Что я реформатор Все значит Что говорю Говорю о Христе Иисусе значит Проповедую Евангелие И представляете Моего собеседника Переклинивает вдруг Вот Фильм ужасов Только наяву Вот Впервые Вот в моей практике Значит Я видел всяких Одержимых Видел подобное У отца Германа Чеснокова Еще вот тогда В конце 80-х Значит Когда в Загорске Он там вычетки Делал В этом храме Святодуховом В Лавре Значит Я там был Ну семинаристы Были там Мы там были Я был вместе С семинаристами На послушаниях Там Блевотину Все это Потом вытирали Ой Как вспомню Потому что там Всех Рвало Многие Хрюкали Ну короче Там творилось Вообще Не поймите Что Ужас И По первости Меня это Очень сильно Впечатляло Конечно А потом Уже Надоело Знаете Почему Потому что Я как раз К отцу Науму Подошел Я был На послушание У отца Наума Архимандрита Тогда всесоюзного Батюшки Значит Он мне сказал А там Те же самые люди Вот Что и 10 лет назад И 20 лет назад Многие То же самое Потом я поспрашивал Ребята Семинаристов В основном Те же самые Товарищи Редко Кто Новый Появляется Мало Мало Новых Психов В основном Все Прежние Одержимые Вот Как бы И Одно и то же Просто Такое шоу Создается Знаете Шоу Вот И получается Не служение Освобождение А служение Проявления Вот это Бесовское Проявление Вот А потом Значит В Скопечерской Лавре В монастыре В Скопечерском Кто был там У нас Отец Иоанн Крестьянкин Да Покойный Уже Он как раз И даже Отказался Потом Вычитки Проводить Потому что Одно и то же Одно и то же Одни и те же Одни и те же Сколько можно Говорить Я просто Хорошо знал Его духовных чад Которые были Возле него 20-30 лет И больше Некоторые были Вот Значит И они мне Это все рассказывали Что да Вот Отец Иоанн Просто уже В сердцах Уже Последние годы Перестал вычитывать Уже Одно и то же Сколько можно Некоторые люди 30 лет подряд И больше Ездят И все Раз в полгода Как по расписанию Одни и те же Бесы И я Теперь я понимаю Почему Потому что Выгонять бесов Надо во имя Иисуса Христа Во первых Не просто Заклинать Именами святых И не святой водой Не чем-то еще А действительно Будучи погруженным В Иисуса Христа А во вторых Чтобы свято место Пусто не бывало Чтобы заполнять Христом Ну так вот Про вагон Я расскажу Это все-таки Это свидетельство Интересное очень даже Так И вот Моего собеседника Переклинивает буквально Можно так выразиться Глаза Как в закатку Значит И стального цвета Неестественное Какого-то Вот знаете То обычные глаза Просто человеческие глаза были Да И он не говорил обычным человеческим языком Голосом человеческим А здесь у него Вот так вот Как будто бы стальные глаза И голос такой Не его прям А какой-то стальной какой-то Голос какой-то Не громкий Но стальной такой Что знаете Шерсть дыбом От ужаса Вот Этот голос говорит Я понял В нем Знаете Как вот Шоу такие бывают всякие Которые вот Голосами разными говорят Вот И представляете Значит У него Чревовещатель Вот называется Вот У него как бы Вот Как чревовещание Наподобие что-то И он сказал Такие слова мне Таких как ты Говорит Раньше сжигали И правильно делали Хо Вовремя я понял Спохватился Что это не он говорит А тот кто в нем заговорил Нечистый дух И четкое понимание Сразу у меня внутри Это дух инквизиции Дух инквизиции Такие негодяи Как Нилс Извиняюсь Этот Иосиф Волоколамский Значит Который сжигал-то И убивал-то Еретиков-то Значит там Инквизитор такой Российский Кто там еще у нас Там Геннадий Новгородский Вот такие Чикатило в рясах Вот Они Приходят и уходят И умирают Или допустим Как этот Митрополит Рязанский Этот В конце 19 века Это как его Ну ладно Вот Короче Такие Негодяи Приходят и уходят Вот Но Духи Эти Они Ну не умирают Они Здесь Им нужно тело Они страдают Без этого тела И хотят проявить себя Они человек-убийца От начала Потому что Дьявол человек-убийца От начала Вот И представляете Дух инквизиции В нем стал проявляться Этот бесовский дух Вот Значит Что я стал делать Я понимал Что С бесами У меня разговор Короткий Пошел вон Во имя Иисуса Христа Все То есть Я сразу Изгоняю бесов И в общем-то Никаких разговоров С ними не веду Переговоров С террористами Не веду Все Это мой принцип Пошел вон Во имя Иисуса Христа Дьявол Убираюсь вон Бесы Пошли вон Во имя Иисуса Христа Вот Мой с ними Такой короткий разговор Но Щекотливой ситуацией была Понимаете ли Вагон Ну Пол вагона уже спала Пол вагона ложилась уже Укладывалась спать Понимаете ли А на практике Подобные вещи Бывают Ну Порой С такими проявлениями С эксцессами Что сделал Вот Кстати Практический совет Тоже Если мало ли Столкнетесь Допустим С подобными вещами Когда нужно будет Знать Дьявола Бесов Эти выгонять Но Условия Не позволяют Для какого-то Такого Более такого Ну как бы Зрелищного изгнания Что ли Может так выразиться Ну если условно Так назвать Так вот В полголоса Не обязательно На бесов кричать Они и так понимают Даже если говоришь В полголоса Все прекрасно Слышно Духовный мир все слышит Просто В полголоса Во Христе Иисусе Скажи эти слова Я сказал лично Такие слова Я даже не помню Всех слов Я сказал что Ну одним словом Запретил дьяволу Проявлять Себя сейчас И пугать Людей Пугать население Потому что мне Очень жалко Действительно Люди будут Напуганы Многие Тем более дети Какие-то Не хочет Чтобы люди Пугались Зачем Запретил Дьяволу Проявлять себя И Таким образом Связав его В этом теле Я стал говорить О крови Иисуса Христа Говорил долго Я не помню Сколько Там уже За полночь Все закончилось Этот экзорцизм Сей За полночь Пару часов Точно Больше Странно И не знаю Что люди думали Другие Которые Может там Проходили В туалет Или Так наблюдали Может Я же не смотрел Потому что Я был Полностью В этот момент Сконцентрирован На противостоянии С этими бесами С духом инквизиции Тем более Что именно С духом инквизиции Я впервые столкнулся Вот так вот В лоб в лоб Что называется Этот дух Который В прежние Века Может быть В поколениях Он побуждал Монахов Или политиков Или религиозников Сжигать людей На кострах Убивать На дыбах Мучить Как в Ленинграде Помните Кто был там В 80-е годы Я помню После Олимпиады 80-го года Мы ездили там На экскурсии Я Ленинград Очень сильно Полюбил Сразу Но там Был и такой Ужас Музей Религии Атеизма Помните Кто был там Вот В бывшем Казанском соборе Располагался он Теперь он снова Действующий собор Тогда там Экспозиция Музея Располагалась Вот И конечно Там был ужас Вот эти Орудия пыток Все эти Что использовали Православные монахи Вот у нас На Руси Вот так вот Я потом уже Вот в эти годы Был В Амстердаме Музей инквизиции Это ни в какое сравнение Конечно Западноевропейский подход Такой шоу Значит Знаете ли Вот Но подлинных Орудий казни Там и пыток Фактически не было Были реконструкции Очень немного было Экспонатов Таких подлинных Тех лет А уникальность Была экспозиция Именно вот Советская Тогдашняя Что почти все Эти экспозиции Все эти экспонаты Были именно Оригинальные вещи Вот в чем дело Вот Я считаю Что зря Такой музей Прикрыли Надо было его оставить Чтобы показать людям Что это не должно Повториться никогда Ну конечно Коммунисты использовали Все это в своей пропаганде Ну так вот Что получилось С тем монахом Я говорил О крови Христа И обращался Наверное со стороны Это очень было странно Я обращался То к этому человеку То к тому Кто в нем Когда я говорил К человеку Хотя он Обмяк И он Со стороны Было очень чудно Он спал Не спал Дремал Не дремал Он был Просто обмякшим Состоянием Таком Расслабленном Обмякшим состоянием Вот Может так выразиться Я обращаюсь К человеку Хотя он никаких Позывных не подавал Что он слышит меня Никак не реагировал Внешне Но я понимал Что он слышит Дух человеческий Слышал меня тоже Я ему говорил О крови Иисуса Христа Я говорил Что Христос Умер за нас Но когда я обращался Тут же обращался К тому Кто в нем Я говорил Что кровь Иисуса Христа Была пролита Против тебя Говорю дьявол Кровь Иисуса Христа Была пролита Против тебя Дух Инквизиции Вот И получается Что я вот Рассказывал о Христе Все Евангелие Пересказывал И каждый раз Концентрировал внимание Акцентировал внимание На крови Иисуса Христа На его голововских страданиях, на жертве И это было не один час, представляете И я говорил Потом уже было заполночь Уже моего Как бы, ну как попутчика Слегка встрясло Знаете, как бывает, как с просонок Слегка он вструсился И внутри меня Четкое свидетельство, все Этот дух его покинул Нечистый, все И на самом деле он вдруг стал проявлять Живой интерес Глаза у него стали нормального Обычного человеческого Голос у него появился, проклюнулся нормальный Как прежде, человеческий голос И он стал так увлеченно Расспрашивать, а как то, а как это Мне так понравилось Кстати, утром Мы уже заполночь легли, получается Спать уже И рано утром проводница уже будила Всех И этот монах ко мне Пришел со своим вещмешком каким-то Достал коробку дорогих конфет Мне дает Пожалуйста, попейте чай Поешьте конфет Он благодарил меня Знаете, за что? То, что вы рассказали Это так важно Нашим бы братьям в монастыре Все это бы послушать Чтобы так все рассказать Это так важно Он так благодарил меня Так любил меня Я думаю, надо же, вот это да Вечером хотел спалить на костре А утром конфетами кормит Вот Ольга пишет Асотова Да, тот, кто в нас Больше того, кто в мире Аллилуйя Аминь Вот И человек с бесами Плохой человек Человек без бесов Хороший человек Любой человек хороший Бесы плохие А человек хороший Даже те, кто сжигали на кострах Инквизиции Даже те, кто Вот там я рассказал историю Там десятилетней давности Когда там заживо зажарили Бавтистского этого служителя Знаете ли, те, кто сжигал Его убивали Избивали, во-первых А потом сжигали заживо Знаете ли, они хорошие люди Бесы плохие Бесы И поэтому наша брань Не против плоти или крови Но против духов злобы поднебесной Хорошо, друзья Благоставляю всех вас Более подробный семинар Я буду проводить в воскресенье Уже и в понедельник Ну, отдаст Бог Еще и дальше Продолжу потом Следите за объявлениями В моем блоге Архиепископ Сергей Журавлев И здесь вот на Ютубе Ну и, конечно, на основной странице Своей здесь на Фейсбуке Благоставляю всех вас Братья и сестрички Сейчас уже остается полчаса До подготовки Вот, значит И будет Добрый вечер У вас Красивый наряд Что значит белый ряд Не знаю Ну, всеми Татьяне Мне просто нравится Белый ряд Иногда одеваю ее А, кстати Да Обычно По уставу Там Церковному Старинному Там Дореволюционному Белый цвет На преображение Одевали На крещение На Рождество На венчание Там, значит Там На крещение Там Ну, такое Вот Слава Богу Ну, хотя обычно Черный цвет Он такой Не знаю, что одеть Одень черный Говорят Да, вот Как бы Для батюшки Это сто процентов Вот Хотя есть ряса И красный Есть у меня Там ряс И всякий Жена даже шутит У тебя Ряс Платьев Больше, чем у меня Платьев Ой, вот так вот Так что Ризница моя Хорошо, друзья Благоставляю вас Братики Сестрички Дочечки Сыночки Небесного Нашего Папочки Нашего любящего Отца Небесного Бог во Христе Примирил Собой Весь мир Весь, весь, весь мир Абсолютно Всех и вся Просто многие Об этом еще не знают А некоторые Сомневаются В этом Уже знают Но сомневаются Не сомневайтесь Никогда В Божьей любви Пусть Господь Мира Пребудет с вами Со всеми Да благоставит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь И ни в коем другом Нет спасения Роман пишет Благоставить Господь И вас тоже Пусть Бог благословит всех Обнимаю всех Целую Благоставляю всех Родные мои Благоставляю всех Именем Господнем И знайте Что ни в коем другом Нет спасения Донесите это До всего мира Расскажите это всем И покажите это Своей любовью Ибо нет другого Имени под небом Данного нам Людям Которым надлежало бы Нам спастись Все До встречи И на земле И в эфире Таком эфире В интернете И в эфире вечном На небесах В эфире вечном Как корабли плавут Тогда поет Мой дух Господь Тебе